Здравствуйте! Был несколько братьев, у которых, не дай бог, кто-то скончался, но один не жил с ними, они не были в одном городе, если он пришел из другого места, то есть они уже начали с Шива в доме усопшего, а один из братьев пришел из другого места, он пришел на второй, на третий день. Когда у него Шива начинается, он Крия не сделал, когда начинается Крия, у него считается Шива, когда он пришел или когда они начали, когда у него начинается, говорят, если он пришел не из далекого места, расстояние пути один день, это примерно 40 километров, тогда даже несмотря на то, что он пришел на третий день, он всего исполняет Траор, это третий и остальные четыре дня. У него начинается ретроактивно, но если он пришел из дальнего места, тогда он начинает Шива считать сам, то есть эти братья закончат раньше, а он закончит позже. Как будет ничего, он сделает поминки на седьмой день, и он будет делать свои поминки. Но, говорит, мы сказали, если он пришел после третьего дня, тогда он считает себе семь дней Траора отдельно. Так говорит Анакама. Но Рабишмон говорит, Даже если в седьмой день Траора он пришел с близкого расстояния, на расстоянии не дольше одного дня, он считает вместе с ними. То есть, Рабишмон облегчает законы Траора. Говорит, при условии, что те, кто соблюдают Траор, они свой Траор не закончили. Когда Траор заканчивается, после, скажем, Шахарит, через несколько минут после восхода солнца в седьмой день. Поэтому, если он пришел, и они уже, он приходит, они сидят на низком стуле, и он только пришел в начале седьмого дня, и видит, что они хотят подняться, Тогда уже вопрос, он считается или нет. Как мы сказали нам, если они еще не закончили Траор, он пять минут с ними вместе сел, для него семь не закончились. Так говорит Рабишмон. А если они хотели встать, и он забежал, подождите пять минут, дайте, я с вами, опять же, держу пять минут. Вопрос Тейко. Тейко, мы вопрос на это не знаем, безнадачно, придет Илья Уганови и ответит. Когда Растефан сказал интересную историю, Рапштайнер приходит к нему человек, говорит, знаете, Рабай, я Илья Уганови. Он говорит, да, скажи мне, пожалуйста, как объяснить Гмару на нашем листе, Муэт Катан, 22 лист. Тейко, здесь написано, когда Илья Уганови придет, он объяснит, каковый закон. Том сказал, извините, я сделал ошибку, не сюда попал. Дальше, что значит Аллахан, несмотря на то, что говорит Гмара сегодня, что мы не знаем, Эт Тейко там, Аллахан, мы облегчаем. Все, что связано с законами Траура, мы всегда идем по облегчающему мнению. Дальше, когда этот человек, который пришел с другого места, вместе с ними засчитывается, если глава дома находится в доме. Теперь есть большой вопрос, кто такой глава дома, это старший брат, или не обязательно, что это старший брат. В любой семье есть какой-то лидер, который, в конце концов, он принимает решение. Скорее всего, имеется в виду это, или сегодня тоже вопрос, люди везут людей из Америки, хранятся людей в Израиль. Тот, кто полетел в Израиль, когда у него начинается трава, когда он возвращается, он начинает там. Те, которые здесь остались, поэтому здесь говорит Гмара, если он вернулся в течение трех дней, тогда нет вопросов. Он уже, они начали здесь, он вместе с ними присоединяется. Дальше. Но если старший пошел хоронить, то есть раньше хоронили в другом городе, или даже с Вавиона отправляли в Израиль. Я не знаю, как тогда они несколько дней ходили по пустыне, по жаре, несли человека похоронить в Израиле. Если старший ушел, тогда он, те, которые остались дома, когда они начинают, Если старший пошел похоронить и вернулся в течение первых трех дней, считает вместе с ними. Если он с ними не вернулся в течение трех дней, с ними не считает, считает отдельно. А что если люди, как мы сказали, отправили человека хоронить в Израиль. Один-два брата улетели, остальные остались здесь. Когда начинается травм, говорит Гмара, тогда они отправляют в другой город. Как только они повернулись, чтобы пойти, войти в ворота своего города, у них начинается травм. То есть даже его похоронят через день, через два. Человек улетел в Израиль сегодня. Его дети пришли в аэропорт. Как только его отправили в самолет, и они возвращаются домой, у них начинается травм. Хотя его похоронят еще через один день, потому что они уже ничего с ним делать не будут, не могут. Он улетел, его похоронят завтра, 7 дней началось, после того, как они уже его проводили. Аллаха, как мы сказали, рабище. Аллаха. Аллаха, как рабище, вон баабель. Да, это второй уже. Два. А который в Израиль уехал, он что, будет отдельно делать? Он, мы сказали, что если он возвращается, сейчас мы посмотрим. В конце концов, Аллаха говорит, что если он вернулся в течение 7 дней, он вместе с ними заканчивает 7 дней. А если, правильно, увезли в Израиль, все родственники там в Израиль, он там 7 дней проводит, ведь на прессе нормально? Да, все, он там проводит. Дальше. Раба говорит так. Раба сказал, Аллаха, как раба, Шимон Бенгамлиэль на Трифот. Что такое в Трифот? Например, там он сказал, Аллаха, как рабище, в том, что связано с трауром, потому что есть правила в Гамаре. Например, в законах Шабата, там Аллаха, по-моему, идет по рабиуда. Здесь, в трауре Аллаха идет по раби Шимон. Также он сказал, что Аллаха идет, как раби Шимон. Он сказал так. Абая сказал, что Аллаха идет, как раба Шимон Бенгамлиэль в Трифот. Что это Трифот? Если у животного получилась дырка в кишках, в пищевом тракте, и она заросла, как, например, сегодня у человека, который есть прокол в велосипеде и в шине, что делает? Можно изнутри залить жидкость, которая под давлением воздуха, который есть там, выходит наружу и закрывает эту дырку. То же самое он говорит, вот если это, например, эта курочка, ее кишки, вот здесь была дырка, она проглотила гвоздь или еще что-то, потом слизь в нее вытекала, и эта дырка закрылась. То же самое происходит с легкими. Легкие, как легкие, почему Трифот? Вот здесь была дырка, потом стала выделяться слизь, и она потом прилипла или к жиру от сердца, или к ребрам, или к другому месту. Поэтому, говорит, он сказал, что если вот так, в желудке эта дырка закрылась, то животное кошерное. Был один тармитхахан в Вавилоне, который сказал, я хочу пойти услышать эту историю, этот закон прямо из слов Абайе. Он приходит к нему, говорит, вы так сказали, он говорит, нет, я сказал, что Аллаха не как рабанщим он, не как рабанщим он в Вавилоне, а такое животное тареф. Поэтому первое, что мы проверяем, когда режем животное, мы проверяем, прилипший ли живот или нет. Если у него не было там никаких дырок, его очень легко отделить, он двигается. А если там была дырка, то он прилипает, и все, уже нужно проверять там, была эта дырка сквозная или нет. Но как бы там ни было, мы видим, что этот ученик, Тармитхахан, был готов проделать весь путь от Вавилона до Израиля, чтобы точно узнать, как закон. И он узнал, что закон не так, как сказали, когда не удалось, он сказал, эн Аллаха. Они думали, что Аллаха так, он сказал, нет, Аллаха не так. Но в законах траура Аллаха как раби шимон. Дальше мара приводит запреты, которые относятся к тем, кто соблюдает траур. Правила. Или разницу между трауром по родителям, не дай бог, и трауром по другим родственникам. Он говорит, коль, хаме тим кулан, а лави вали моло. Он говорит, человек, который... Не дай бог соблюдает траур по своим родителям. Траур намного строже. Почему? Потому что есть место уважать родителей. Первое правило, первая разница. Матхэй митато. Для других родственников нужно похоронить как можно быстрее. Родителей быстро не хоронят. Потому что должен человек организовать им достойные похороны, чтобы пришли, люди говорили на огромные речи, были спят. Это уважение родителей. Исключение, когда, не дай бог, идет дождь. Или это пятница, и это перед шаббатом, или перед праздником. Тогда митва тоже похоронить их перед праздником или перед шаббатом. Вторая разница. Мемоэдбэй ско. То, что касается других родственников, которые он держит траур, он хочет меньше работать, имеет право. Хочет, не обязан, даже после 7 дней. Но то, что касается родителей, должен человек меньше работать. И объясняет Хахамим, что должен меньше работать, но больше учить стору, чтобы это был для них заслуг, чтобы это была заслуга для них. Третья разница. Холец. Что было раньше? Раньше был обычай, что тот, кто был в трауре, он оголял свое плечо. Хами говорят, что касается других родственников, он имеет право оголить, имеет право не оголить. Но когда касается родителей, обязан был тогда оголить свое плечо. Сегодня мы этого не делаем, потому что живем среди неевреев и так далее. Это одно объяснение, что он оголял плечо. Второе, что он вытаскивал его из своего рукава и так ходил с оголенным плечом, показывает, что у него траур по родителям. Дальше, Гумара, интересно, там история Гумара рассказывает, что было два мудреца, два великих человека по повиколению, у которого одного из них скончался отец, он хотел оголить свое плечо. Рядом с ним сидел другой мудрец. И он теперь, так как этот один оголил, второй должен ему тоже оголить. Из-за уважения ко второму мудрецу, первый не оголил свое плечо. То есть даже в это время, в тяжелое время, когда они потеряли, написано, что он потерял своего отца, что думали, как не задеть, как бы не сделать неудобно другим. Четвертая разница. То, что касается других родственников, человек стрижется после 30 дней, а родителей, а чьи глагу, бог, хаверав. Проходит 30 дней, проходит 60 дней, проходит год, проходит два, пока ему не скажут, что ты у тебя, посмотри, какая у тебя борода, и сколько, как у тебя какая-то шевелюра, ты постригись. Не имеет права стричься. И были большие раввины, которыми их ученики стеснялись сказать, что у вас очень большая борода, и вы нужно ее подправить. Если они хотели, так с длинными волосами полгода, года два. Пока им не сказали, что давайте. Поэтому это очень важно сказать. Те, кто находится в трауре, что побросятся, постригись. Конечно, бриться нужно правильно, без лезвия, не дай бог. Дальше. Пятое отличие. Он имеет право ходить на бета-семха, это в дом радости, на свадьбу, на день рождения и так дальше. После 30 дней по другим родственникам. И только через 12 месяцев по своим родителям, не дай бог. И там, интересно говоря, приводит разницу. Во-первых, человек, который пришел на свадьбу, он должен там поесть и попить. Если он не ел и не пил, не считается, что он участвовал. Потому что мы сказали, что радость, когда человек ест и пьет. Кроме этого, человек, не дай бог, у кого траур, и он должен пойти на свадьбу. Получилось так, что человек скончался. То он имеет право там вести себя как официант. Поэтому если тот, кто соблюдает траур, должен прийти на свадьбу, его сын или внук и так далее, не имеет права там кушать. Потому что если он будет там кушать, он будет участвовать в трапезе. А если он после помогает, тогда он не считается, что он участвовал в этой трапезе. Потому что радости без мяса и вина, по крайней мере, для мужчин, нет. Шестая разница. Корея Тефах. По другим родственникам он рвет размер одного кулака. 8-10 сантиметров. По родителям, а чай галет ли бог? По родителям, не дай бог, должен порвать, пока не дойдет до своего сердца. Не откроет до своего сердца. То есть там этот надрез намного больше. Откуда мы учим? Это тоже мы учим у Давида Мелеха. Написано, когда он что-то разорвал, он держал. Как держал человек? Берет одним кулаком. Поэтому минимум нужно порвать на один кулак. Дальше говорит Гмара. Седьмая разница. По другим родственникам он разрывает только верхнюю одежду. По родителям, не дай бог, корея Ткулан разрывает все одежды, которые на нем. Дальше. Крия должны делать и мужчина, и женщина. Но есть разница. Если женщина должна порвать несколько одежд по травлу родителей, она сначала разрывает нижнюю одежду, потом поворачивает ее, а потом разрывает верхнюю одежду, чтобы было скрыто. То есть она порвала, повернула, чтобы ее тело не было раскрытым. Теперь сведем вопрос. У человека, который из красивой одежды, ему вдруг сообщили, что кто-то у него скончался. Он обязан порвать именно эту одежду или имеет право поменять ее? Дальше. Гмара говорит. Восьмое отличие. Человек имеет право по другим родственникам выбрать, откуда он хочет порвать. А сбоку или от шеи по родителям обязан порвать, начиная от шеи, и, как мы сказали, до конца, до сердца. Вот это вот одежда, которую вы говорите, для того, чтобы у него хорошая рубашка, которую вы говорили? Да, сейчас мы дадим. Девятое различие. Шолель ля-ахар шива ума-ахэ ля-ахар шива. По другим родственникам одежду, которую он порвал, после семи дней он может ее грубо зашить. А через тридцать дней имеет ее право зашить хорошенько. То есть тогда раньше, сегодня мы выбрасываем, но тогда люди были очень бедные. Поэтому был человек, был Тармид Хахам, недавно в Израиле, который сделал крия, видимо, порвал себе костюм. Прошла неделя, прошла две, прошел месяц, он так же ходит. И вот друзья думали, что то, наверное, он устражает закон, пока не поняли, что у него не было другого костюма. Поэтому он вынужден был ходить в этом костюме. Дальше говорит Марат. Шолель ля-ахар ля-мэ-две-э-ну-мэ-ахэ ля-у-лам. Но одежду, которую человек порвал, не дабы, по своим родителям, может ее грубо зашить через тридцать дней, но зашить ее хорошо, как будто ничего не было, имеет право вообще. Женщина, говорит о лохе, имеет право зашить сразу, чтобы было скромно. Десятое различие. Ко-ре-я-бе-ят. То, что касается других родственников, он имеет право порвать свою одежду, порезать ее или каким-то инструментом, ножницами или ножиком, но породителям обязан рвать руками. Почему человек может выбрать порвать ножницами или руками? Потому что когда там он прямо разрезал, тогда ему потом будет легче ее зашить. Сказали, по другим родственникам можно шить, породителям нельзя. Одиннадцае различие. Ко-ре-я-ми-бе-фни. То, что касается других родственников, он разрывает внутри, то есть одно объяснение внутреннюю одежду, другое объяснение внутри своего дома. А породителям Ко-ре-я-ми-бах-ус. Породителям, не дай Бог, он разрывает снаружи и верхнюю одежду, или на улице. И то обычай, когда делают, не дай Бог, крыя, когда уже похоронили, когда уже закрыли песком, тогда делают крыя. И обычай в Иерусалиме и у нас, у ухарских, евреев, что дети на похороны отца не идут. На кладбище они не заходят. На кладбище не заходят. Мы опасаемся того, что, возможно, этот человек терял свою мужскую силу. И из-за этого семени появились нечистые силы, которые хотят сейчас навредить тем детям, которые в этот мир, да, пришли и родились. Поэтому человек должен быть очень внимательным, что это очень-очень строгий закон, как человеку увести себя со своей женой. У женщин больше возможностей и легче закон предохранения, чем у мужчин. У мужчин это большая проблема, поэтому в любом вопросе человек должен обратиться к равену. И из-за этого, как мы сказали, у нас в Бухаре обычай был, что разрезали золотые монеты и разбрасывали по четырем сторонам кладбища, говоря нечистым силам, вот ваша доля. Потому что отец, когда умирает, он оставляет наследство своим детям. Так, эти дети, которые не смогли физически прийти в этот мир, они хотят не давать нам вредить тем детям, которые когда пришли физически в этот мир. И мы как бы с ними так расплачиваемся, чтобы они оставили этих детей в покое. И раз в том, что пришло время, чтобы никто не знал никаких слез. Прошу вам шестерки, ми мера, в амену. Аминь. Аминь. Аминь.